Болельщики Махачкалинского «Динамо» теперь должны оформить клубную карту. Она выпускается в электронном виде, после оформления будет доступна в личном кабинете на госуслугах, а получить ее можно в МФЦ-центрах. О новых правилах пропуска рассказали в дирекции Анжиарены, где и будут проходить домашние игры клуба. Также рассказали о том, какие еще требования в Премьер-лиге. Так, сам стадион заметно обновляется. Сейчас там устанавливают новую дорогостоящую систему видеонаблюдения, появятся LED-щиты длиной 240 метров. Новое медиа «Табло» уже обновили систему освещения и многое другое. На работу потрачено порядка 300 миллионов рублей. От себя лично, от нашего дружного коллектива Анжиарены хотим поздравить футбольный клуб с выходом в Лигу. Весь народ дагестанский. По последним матчам с Химками, с Родиной у нас поощряемость по 22 тысячи болельщиков. Болельщики сейчас, если раньше в основном мужской пол приходил, сейчас очень много там женщин на студии, детей. Чтобы команда вышла в высшую лигу, сейчас нужно получать лицензирование. То есть РФС устанавливает систему FAN-ID, идентификацию болельщиков. Мы работаем в этом направлении с конца прошлого года. С января уже начали договора заключать. Это большие затраты, которые в районе 300 миллионов мы уже потратили на стадион. Соответственно, не без помощи нашего мецената Сулеймана Абусайдовича, который сразу отозвался, помог нам без его поддержки и без Абакарова Хазримагановича поддержки. Я думаю, мы бы не смогли стадион привести в порядок.